Самый сложный робот, изготовленный в Чувашии, умеет играть в боулинг. На что еще способны умные машины, их создатели, узнаем из репортажа Марии Шоклевой. Она побывала на фестивале робототехники, мне до сих пор под впечатлением. Знакомьтесь, MBF Robotics версия 3.1. Умеет играть в боулинг, вот только иногда капризничает. Начал работу после долгих уговоров, когда люди спрятали от него яркие солнечные лучи. Робот работает благодаря различным датчикам. Это световой и ультразвуковой датчик. Также есть энкодер. Он отвечает за конкретное вращение моторов. Кегли находит он с помощью камеры, обычной веб-камеры. Этого робота сделали студенты ЧГУ и заняли седьмое место на международном фестивале в Индии. Так что начинающим конструкторам есть на кого равняться. Я хотел изобрести такого робота, который будет помогать чинить. Ну, провода там какие-нибудь будут сварить или все угодно подчинят. Ну, а пока ребята конструируют из лего. И уже в шесть лет знают, что делать, чтобы радиоволны не сбивали с пути пчел. У пчел в животе есть магнит, и они с помощью этого пчелуются. У них есть своя радиоволна, а вот эти радиоволны, они мешают. Они сбивают ее радиоволну. И что делать? Надо не строить улья рядом с ульями. Или вышки не строить рядом с ульями. Вот. А вот еще один вариант решения проблемы от конструкторов из Шумерли. А если они будут на ульях на колесах ездить, то все хорошо будет. Пока самые юные участники рассказывали о проектах, подготовленных в своих кружках, ребята постарше делали роботов прямо на глазах жюри. Свежесобранные модели сразу же вышли на старт соревнований по шорт-треку. В робо-фесте 2017 приняли участие более 200 ребят. Победители уже готовятся ехать на всероссийские соревнования. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Мария Шоклева, Республика.